13,8 миллиардов лет. Примерно таков возраст Вселенной по современным представлениям по данным обсерватории Планк, изучавшей реликтовое излучение. Каков возраст нашей галактики? Здесь уже сложно дать одно значение, потому что, во-первых, можно говорить о возрасте отдельных звезд. Тогда самые старые известные звезды в Млечном Пути ненамного моложе самой Вселенной, и им примерно 13,2 или 13,4 миллиарда лет, правда с достаточно большой погрешностью в несколько сотен миллионов лет. Если же говорить о галактике как о структуре, то галактический диск мог появиться уже 10-12 миллиардов лет назад. Ну и галактика подвергается изменениям, в том числе, вероятно, поглощая другие галактики поменьше. Как я уже сказал, даже в нашей галактике есть звезды почти такие же старые, как сама Вселенная, моложе ее всего лишь на несколько сотен миллионов лет. Например, HD 1402-83, которую еще называют Мафусаил. Она, кстати, находится достаточно близко к Земле, всего в паре сотен световых лет от нас. Или HE 1523-0901. Но являются ли они первыми звездами? Ответ — нет. Самые древние обнаруженные звезды — это не первые звезды во Вселенной. Более того, мы вообще еще не видели первых звезд напрямую. Пару лет назад я делал короткий выпуск о типах звездного населения, или проще говоря, о звездных поколениях. И тогда о первых звездах я говорил лишь очень кратко. И сегодня я хотел бы поговорить о них поподробнее. Я Андрей, и вы на канале «Космос просто». Для начала нужно вспомнить несколько моментов. Наверняка вы слышали известную фразу о том, что все мы состоим из звезд или звездной пыли. Около 98% нашего тела состоит из шести основных элементов. Кислород, углерод, водород, азот, кальций и фосфор. Но есть небольшое содержание и других элементов. Калий, сера, натрий, хлор, магний и другие. Интересно, что на самом раннем этапе жизни Вселенной, после Большого Взрыва, но до появления первых звезд, из всех перечисленных элементов существовал только один – водород. Нуклеосинтез. Как можно догадаться из названия, процесс, в котором образуются ядра химических элементов. При первичном нуклеосинтезе, который происходил в первые минуты после Большого Взрыва, появились только самые легкие элементы. В первую очередь, самый распространенный изотоп водорода, только с одним протоном в ядре, и гелий, опять же, в самом распространенном виде гелия-4. И меньшее количество изотопов, вроде дейтерия или гелия-3, а также немного лития. Ну и, в общем-то, до сих пор, 13,8 миллиардов лет спустя, во Вселенной доминируют два элемента – водород и гелий. И суммарно они составляют около 90% обычной материи во Вселенной. Откуда же взялись элементы тяжелее? Здесь уже нужны звезды. Сегодня считается, что у Вселенной есть несколько способов производства новых элементов, кроме первичного нуклеосинтеза. Во-первых, это звездный нуклеосинтез, когда в процессе термоядерного синтеза в недрах звезд образуются все более тяжелые элементы – углерод, кислород, кремний и так до железа в самых массивных звездах. Как раз, когда массивные звезды доходят до синтеза железа, нарушается баланс между гравитацией и давлением, и происходит взрыв сверхновый. И в этом взрыве синтезируются еще более тяжелые элементы. Еще, например, золото может образовываться, когда две нейтронные звезды сталкиваются друг с другом. Есть и другие варианты образования новых элементов, вроде космических лучей. Ну и, собственно, к чему я это все? Дело в том, что к какому поколению относят звезду, зависит от элементов, которые в ней содержатся, а точнее, от степени ее металличности. Напомню, что астрономы используют термин «металл» несколько иначе и называют так любые элементы тяжелее гелия. То есть металличность звезды – это параметр, который говорит о том, какой процент элементов тяжелее гелия в ней содержится. По степени металличности, в общем, звезды делят на три поколения, или на три типа звездного населения – популяции 1, 2 и 3. Эта нумерация может сбить с толку. Казалось бы, цифры должны показывать хронологический порядок, но на деле все наоборот, и население 1 – это не первые звезды, а наоборот самые молодые. Принцип разделения в целом простой. В составе старых звезд содержание металлов очень низкое, ведь их должны были успеть произвести другие звезды до них. А в составе молодых звезд содержание металлов выше. Напомню, что состав звезд мы можем определять с помощью спектроскопии, о чем я уже делал отдельный ролик. Звезды заканчивают жизнь на главной последовательности, например, во взрыве сверхновой, и тем самым выбрасывают в космос все более тяжелые элементы. И этот выброшенный материал впоследствии снова служит для образования новых звезд, и следующие поколения уже более богаты металлами в астрофизическом смысле. Например, наше Солнце – это сравнительно молодая звезда, и ему примерно 4,6 миллиарда лет. Его относят к первому типу звездной популяции, богатой металлами. Целых 2% в составе Солнца – это элементы тяжелее водорода и гелия. Если вам кажется, что это мало, то у звезд с низким содержанием металлов, которые относят ко второму типу звездного населения, металличность может быть в десятки и даже сотни раз ниже. Например, у уже упомянутой HD140283 содержание металлов примерно в 300-400 раз ниже, чем у Солнца. В нашей галактике большинство звезд, сконцентрированных в галактическом диске, – это звезды населения первого типа. А более старые звезды второй популяции в основном находятся в галактическом Балдже, в Гало, а также в шаровых скоплениях. Итак, у нас есть достаточно молодые звезды первой популяции с высоким содержанием металлов. Кроме того, у нас есть более старые звезды с достаточно низким содержанием металлов. А еще мы знаем, что при первичном нуклеосинтезе появились только легкие элементы, а металлы уже производятся звездами. Ну и ученые предположили, что еще должны существовать звезды третьего типа населения, или, проще говоря, первые звезды во Вселенной, в составе которых металлов не было вообще. Ведь именно им еще только предстояло запустить цикл производства более тяжелых элементов, что в итоге сделало возможным появление нашей планеты, да и нас с вами. Но есть одна проблема. Пока мы не обнаружили этих звезд напрямую. Но давайте поговорим о них поподробнее. Да, и на всякий случай стоит оговориться, что хоть мы и говорим о трех популяциях звезд и часто используем слово поколение, это не три четких поколения, последовательно сменивших одно другое. Не так, что одновременно появилась группа первых звезд, умерла, затем вторая и затем третья. Сроки жизни звезд зависят от их масс и отличаются на порядке, и граница может быть размытой. Но все же, по общим свойствам, их разделяют на эти основные группы. Как и люди, которых относят к одному поколению, не рождаются в один день. И так спустя некоторое время после Большого Взрыва, Вселенная была темным местом. Не было ни звезд, ни, соответственно, галактик. Лишь оставшееся излучение после Большого Взрыва, которое сейчас мы наблюдаем как микроволновый фон. Это участок пространства в темные века и момент появления звезд. Существовали лишь упомянутые легкие элементы. Гигантские облака газа постепенно остывали. Под действием гравитации одни регионы становились более плотными, чем другие. Затем коллапсировали, формируя первые звезды. Появляться первые звезды могли начать уже через 150-200 миллионов лет после Большого Взрыва. Итак, мы знаем, откуда берется идея существования звезд третьей популяции. Но пока, когда о них говорят, всегда представляют слово гипотетические. Но если мы не обнаружили их напрямую, то что позволяет нам говорить о том, что они могли существовать, а также об их свойствах? Компьютерные модели и расчеты, так называемая звездная археология, а также некоторые наблюдательные данные, которые могут быть связаны с первыми звездами во Вселенной. В случае с моделями ученые создают симуляции на суперкомпьютерах, вводят условия ранней Вселенной до появления звезд, законы физики и получают подобные симуляции, которые говорят о том, какими могли быть первые звезды. Древнейшие звезды второго населения несут в себе следы первых звезд, и изучая их спектры и свойства, можно получить информацию и о первых звездах. Это и называют звездной археологией. Кстати, даже в нас с вами может быть часть атомов, произведенных именно внутри самых первых звезд миллиарды лет назад. Есть несколько идей о том, почему мы не видим эти звезды сейчас. Среди менее вероятных идей о том, что некоторые первые звезды дожили до наших дней. Но, двигаясь в межзвездном пространстве, в котором уже присутствуют элементы тяжелее гелия, они как бы загрязняются ими, и поэтому мы обнаруживаем их как звезды с ненулевым содержанием металлов, то есть звезды второго типа населения. По другой версии, первые звезды могли загрязнить сами себя, то есть металлы, которые производятся в их недрах, поднимаются к поверхности с помощью конвекции, и ученые видят в спектрах ненулевую металличность. Более вероятная и широко принятая версия говорит о том, что все первые звезды были очень массивными. Они могли быть в несколько десятков и даже сотен раз массивнее нашего Солнца, а также очень яркими. В пользу версии с массивными звездами говорят и симуляции. И как вы, возможно, помните, чем массивнее звезда, тем короче срок ее жизни. И если они все были такими, просуществовали они лишь несколько миллионов лет, и поблизости в настоящее время их просто не осталось. А сверхновыми, которыми взрывались эти первые звезды, могли быть более привычного типа два с коллапсом ядра, после которых оставались бы нейтронные звезды или черные дыры. Но еще в случае особенно массивных звезд это могли быть гораздо более редкие, парно-нестабильные сверхновые, которые могут полностью уничтожаться во взрыве, лишь рассеивая по космосу материал и даже не оставляя за собой черной дыры. Соответственно, в данном случае мы не могли бы даже обнаружить их останков. А еще мы знаем, что чем дальше мы заглядываем в космос, тем дальше мы смотрим не только по расстоянию, но и назад во времени. Ведь скорость света конечна, и свету требуется время, чтобы добраться до нас. Плюс в процессе расширения Вселенной расширяется с ускорением само пространство-время. Это позволяет заглядывать нам в прошлое и видеть в прошлом даже те области пространства, которые когда-то были намного ближе. Если абсолютно все первые звезды действительно были уничтожены в течение первых сотен миллионов лет жизни Вселенной, то нам не найти их с помощью телескопов в нашей галактике. Ведь здесь счет расстояния идет на тысячи и десятки тысяч световых лет, а нам нужно заглянуть на 13 с лишним миллиардов лет назад. Но технически мы можем увидеть свет из той эпохи. Самое раннее излучение, которое мы фиксируем, — реликтовое излучение. Оно возникло лишь 400 тысяч лет спустя, после Большого взрыва, когда Вселенная стала прозрачной для излучения. Это видео приближает нас к самой удаленной обнаруженной на сегодняшний день галактики GN Z11. Свет этой галактики, который наблюдал телескоп Хаббл, шел до нас 13,4 миллиардов лет. То есть принципиально мы можем заглянуть в эпоху первых звезд. И, возможно, мы их еще не обнаружили из-за ограниченности имеющихся технологий. А как бы мы определили первые звезды? Каким был бы их спектр? Вот сравнение участков спектров звезд всех трех популяций. Самый верхний спектр — это Солнце. В нем на 31 тысячу атомов водорода приходится один атом железа. Далее два спектра старых звезд второго типа населения. Мы видим уже гораздо более ровный график. Более слабые линии поглощения тяжелых элементов. Во второй звезде HE01075240 с очень низкой металличностью один атом железа приходится аж на 6,8 миллиардов атомов водорода. И последний, четвертый спектр, предполагаемый звезды третьей популяции с ровным спектром, без линии поглощения тяжелых элементов, то есть с нулевой металличностью. Вообще, чем глубже мы заглядываем в космос, тем сложнее разглядеть отдельные звезды. Тем более, когда речь идет о такой далекой эпохе. Поэтому разглядеть отдельные первые звезды или даже небольшие скопления — чрезвычайно трудная задача. Но все же есть некоторые наблюдения, которые могут быть связаны с третьей популяцией. Это изображение участка неба в созвездии дракона инфракрасного телескопа Спитцер. Цвета здесь искусственные, а серым цветом закрашены все звезды, галактики и артефакты. Оставшееся фоновое свечение не связано ни со звездами, ни с галактиками. За это свечение могут быть ответственны первые звезды. Совсем недавно, в 2018 году, была опубликована работа, в которой ученые рассказали об обнаружении сигнала, вероятно связанного с появлением первых звезд. В теории, когда первые звезды стали появляться, их первый свет должен был возбуждать атомы окружающего водорода, и они должны были поглощать на определенной частоте 1,4 ГГц радиоизлучение, оставшееся от большого взрыва. И потенциально это можно зарегистрировать, но из-за расширения Вселенной уже на частоте до 200 МГц. И ученым действительно удалось обнаружить этот сигнал, и интересно, что впервые они сделали это не с помощью какого-то гигантского телескопа, а вот с помощью такого детектора размером с обычный стол. После ученые еще целый год исключали возможность ошибки и неверной интерпретации данных, но в итоге получили подтверждение и опубликовали работу. Теперь этот сигнал будет изучаться уже с помощью гораздо более мощных инструментов. Одними из лучших наблюдательных данных на сегодняшний день, которые говорят в пользу существования звезд населения третьего типа, является обнаружение галактики CR7. Это ее изображение в представлении художника. Галактика из эпохи примерно 800 миллионов лет после Большого Возрыва. Ее изучали лучшими доступными инструментами. В обсерватории КЕГ, телескопом ВЛТ, телескопом Субару и, конечно, Хабблом. Эта галактика в три раза ярче всех других известных галактик той эпохи. В участке галактики были зафиксированы сильные линии излучения водорода, а также гелия, но фактически никаких признаков других элементов. Это может говорить о том, что в галактике находятся именно первые звезды. Безусловно, в отношении первых звезд есть еще много неопределенности, и, например, ученые рассуждают, а могли ли образовываться первые звезды с малой массой и дожить-таки до наших дней? Было точно неизвестно, могут ли формироваться маломассивные звезды в условиях, если не нулевой, то экстремальной низкой металличности. Но, например, недавно была обнаружена звезда ультранизкой металличности массой всего 0,14 солнечной и возрастом около 13,5 миллиардов лет. Звезда из эпохи первых звезд. В статье, рассказывающей об этом открытии, ученые делают вывод, что при определенных условиях звезды третьей популяции могли бы дожить и до наших дней. Возможно, следующее поколение телескопов поможет обнаружить первые звезды. В частности, это одна из задач телескопа Джеймс Уэбб, которые, я надеюсь, уже когда-нибудь запустят. Хотя даже он может и не обнаружить отдельных звезд. Представляете, как выглядела Вселенная в эпоху появления первых звезд? Никаких планет, гигантские, очень яркие голубые звезды, окруженные сгустками изначального газа. Спасибо всем за просмотр, а также за поддержку, в частности, патронам Олегу Цареву, Руслану Ягофарову и Александру. Просто Александру. Ну а если вам понравился этот ролик, вы знаете, как меня можно поддержать. Поставить лайк, оставить комментарий, чтобы этот ролик увидело больше людей. Если вы в первый раз на канале и вам понравилось, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. И еще раз спасибо всем, кто поддерживает меня на Патреоне и всеми другими способами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok